всем привет рада приветствовать вас на своем канале с вами людмила хамула сегодня у нас распаковка заказа по текущему каталогу текущий каталог у нас номер 13 он у нас действует до 1 октября 1 октября включительно заказ у меня на 80 баллов потому что до этого он у меня был заказ сделан в конце прошлого каталога на 25 баллов вообще в общей сложности на 100 на 105 баллов в текущем каталоге так сразу прошу прощения за мои ногти времени нет пойти сделать время было вот сегодня 28 не завтра это видео выложу 29 на 27 я была записана к мастер на маникюр а так как в связи с тем что я один продавец у меня моя шефиня попросила выйти потому что у нее там что-то с ребенком какие-то дела я согласилась но ближайшая запись к моему мастеру на 4 октября ну то есть еще неделю я буду вот с такими страшными ногтями ходить извиняюсь прошу прощения я не очень сама люблю но слава богу что они еще светлые они темные ну что не так сильно бросается в глаза наверное скорее всего постоянно постоянно буду делать светлые оттенки потому что все-таки когда нет возможности сделать маникюр светлые тона не так сильно образно то как не так сильно бросается глаза только при таком знаете тщательном рассмотрении то конечно можно увидеть что я здесь уже себе отрезала отчета там в общем вот все извинилась надеюсь на понимание я не люблю тоже руки не ухожены но так случилось так бывает в общем заказ на 80 баллов что здесь у меня у меня здесь новинки следующего каталога воду я не заказывала новую я до этого брала пробники пробники мне ни один не понравился хала вообще не стойкий аромат и для меня не вкусный софа много сильно пряности изначально потом пряность уходит сладинка остается стойкий аромат ну по крайней мере полтора дня точно на себе ощущала но я полностью пробники на себя вылила самар я просто с вами тестила мне он изначально не понравился мужской пробник так лежит поэтому я не стала их заказать полноразмерной версии что же нас ждет новых покупателей со 2 по 15 октября две недели будут каталог длиться у нас в подарок идет идут колготки капроновые колготки в общем ссылка для регистрации всегда есть под моим любым видео заходите проходите по ссылке заполнять анкету получаете 20 процентов скидку оформляете заказ на 7500 тенге срабатывает 20 процентов скидка это оплачиваете этот заказ естественно со 2 по 15 октября и уже со следующим каталогом следующем каталоге со следующим шагом за 10 тенге две пары черных колготок черных замечу вам 60 и 40 по размерам скорее все будут предложены при заказе от 5000 тенге по следующему каталогу вы получаете эти колготки подарок цена капроновых колготок обеих пар 3310 тенге в каталоге так что вот каталог мы с вами электронный смотрели почему мы смотрим с вами электронный каталог потому что каталог бумажный как раньше за две недели не приходит вип-консультантам вот только в казахстане по крайней мере в казахстане вот я также как и все как все консультанты получаю смотрю каталог в начале ну допустим вот вышел у нас 13 каталог я 14 каталог с вами смотрю в понедельник во вторник ну в общем когда он появляется на сайте тогда мы с вами его и смотрим так приступим что у меня здесь у меня здесь два пакетика с возможностью отказаться их предлагать предлагает компания faberic но есть возможность от них отказываться я от них не отказываюсь эта маечка маленькая но она и меньше менее прочная вот эта маечка побольше она прочная пакетики наши все биоразлагаемые что такое биоразлагаемое это то что со временем разложится в прилу природе не то что там целлофан будет сто лет раскладываться разложиваться в природе а вот именно в ближайшее будущее со временем так сказать сгниет в природе дальше дальше я заказала в повторная покупка моей коллеги уже теперь бывшей связи с тем что она ушла я вот одна работаю в общем прошлый раз я заказывала я заказывал по моему в конце июля да как сейчас помню 30 августа мне пришел заказ ей надо было 3 чтобы у нее этот парфюм был ее пригласили на мероприятие она год я хочу этот новый парфюм и вот ну то есть получается смотрите у нее закончился уже аромат то есть чуть больше полтора месяца 60 миллилитров юдашкин роуз у него закончился ну если при условии что больше нет никакого аромата то я думаю что у меня был закончился в общем он ей нравится на сказал он у меня закончился у меня его нету закажу мне еще раз в этот раз прошлый раз я заказывала 70 процентная скидка у меня была виповская в этот раз в катал на сайте не было в 70 процентной скидкой этого аромата то есть 70 процентной скидки тех товаров есть да на те товары есть и те товары есть которые есть в каталоге то есть если в каталоге нет этого товара то и скидки этой 70 процентов не будут на вот этот допустим товар надеюсь объяснила правильно в общем нету его в каталоге и получается 70 процентов скидка на него не распространяется на этот роман аромат если так сказать проще здесь 60 миллилитров мне он тоже нравится. Мне он понравился. Я и его тоже последняя. Сначала я его ненавидела, а сейчас я его полюбила. Я с большим удовольствием им пользовалась лето, весну. Здесь ландыш, пион. Ну вот, что я помню. Потому что пион мне нравится, ландыш мне не нравится. Здесь ярко выраженный ландыш для меня, но потом он как-то так расходится и уже запах пиона. Я чувствую, по крайней мере. Окружающим тоже нравится на мне этот аромат. И мне понравился он на моей бывшей сменщице, коллеге, этот аромат. В общем, она заказала повторно. Без скидки, без ничего. Просто в прошлый раз со скидкой было, в этот раз просто без скидки заказала. Вот. Дальше мама попросила, она говорит, не знаю, что случилось. Вроде бы шампуни никакие не меняла. Ну, краску поменял. Может, от краски что-то. В общем, образовалась у него перхоть. Говорит, пока не поздно, надо избавляться. Она говорит, ну, на что-то какая-то аллергия. Что-то ей не пошло. На голове волос. Либо краска, либо шампунь. Есть какой-нибудь шампунь от перхоти. Я заказала вот этот вот эксперт. Он большой, два в одном. Шампунь и бальзам. Он от перхоти. Я сама лично его не брала. Я ей дам. Как раз она протестирует. Здесь у нас перетион цинка. Он подсушивать будет, устраняет перхоть. Нормализует работу сальных желез и микрофлору кожи головы. Здесь у нас биотехнологический комплекс. Интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией. Обеспечивает питание волосяных волликулов. В составе комплекса экстракты планктона, артемия, солина, крапивы, пыльцы, перцы, яичная желка, зародыша пшеницы, хинового дерева, цветов арники, фафии. Успокаивает раздраженную кожу головы, снимает зуд, придает волосам мягкость и блеск, подходит мужчинам и женщинам. Эффективно устранит первое с первого применения, пишут. Для всех типов волос. Здесь и бальзам, и кондиционер. Давайте я понюхаю. Я ни разу не брала. Пахнет, мне кажется, крапивой. Ну и он, как весь, все шампуни от перхоти, и тут идет белый, кремовый. Дальше, вы знаете, я заказала себе по распродаже, но мама сказала, что у нее закончился бальзам, но я ей его отдам. Вот такой вот. Я давно его не брала, одно время что-то пользовалась, не нравился. Потом думал, да, вроде бы неплохой по распродаже, почему-то не взять его. В общем, лакрем увлажняющий с очень приятным ароматом. Так, зафольгировано здесь, не буду открывать, с очень приятным ароматом кокоса. Мне нравится. Насколько я помню, у меня к нему сильно таких больших восхищений не было, и сильно претензий не было. Обычно, в общем, бальзам для волос. Вот. Пойдет маме моей. Она поздно мне сказала. Она сначала скажет, что ей шампунь от перхоти надо. Я уже сделала заказ, потом опомнилась через 2-3 дня, что у нее бальзам закончился. В общем, 200 мл по распродаже взяла остатки сладки. Так, заказала я... Кстати, это тоже было по распродаже, представляете? Мои любимые сыворотки Дуды Без Праймеры. Тоже по распродаже. Одна из них с пионами, с пептидами, другая гиалуронка увлажняющая, а другая для сияния. Экстракт пиона, пептид для сияния кожи. В общем, это такой, знаете, своего рода, ну, праймер, да? Выравнивает тон, придает сияние. Но вот сияние я особо не увидела, потому что я наношу все равно тональный крем. А вот кто, допустим, не наносит, не пользует тональным кремом, наверное, есть сияние. Ну, вообще, когда... 30 мл здесь... Вообще, когда его наносишь на руку... Так, показываю тоже... Ну, часто всегда в своих видео я рассказываю, как пользоваться. То есть, закрываешь в воздухе вот так вот пипетку надавливаешь, опускаешь и набираешь, и опускаешь пипетку. То есть, она уже набирается, вот. Хотела сказать, что когда на руку наносишь, да, это сияющая текстура, сияющая, гелевая. И еще хотела сказать, что такая перламутровая. Плотный гель. Ну, не то, что плотный, но не водянистый такой. Поплотнее, чем вот, который я вам сейчас покажу. С очень приятным ароматом. У меня любовь как к этому праймеру, так и ко второму. Я по очереди ими пользуюсь. Наношу я перед нанесением тонального крема. Или блера. Вот, смотрите, я уход наношу, потом я наношу вот этот вот праймер, потом блер, потом тональный крем. Могу просто блер без тонального крема, могу тональный крем без блера. Абсолютно хорошо выравнивает он. Ну и пептид. Почему бы своему лицу не предоставить, так сказать, пептид? Если так это можно сказать. Ну, то есть, сделать приятное своему лицу. Запах тоже приятный. В общем, сыворотка приятная. Здесь тоже 30 миллилитров. Она больше мне напоминает как ухаживающую сыворотку, да. Многие спрашивают, можно наносить. Ну, я не знаю. Я видела, что Фаберлик визажисты наносят просто его, я не знаю, на крем, не на крем. Ну, пишут, что это праймер. Увлажняешь сыворотка праймер. Праймер это что? Это все-таки какой-то силикон добавляет. Что-то добавляет такое, что придает ровность лицу, да. Сужает поры, выравнивает тон. Он там мелкие несовершенства сглаживает. Я все-таки как самостоятельное средство не наношу. Я наношу исключительно после нанесения ухода. У меня сегодня фокус. Камера не хочет фокусироваться. Так, ну, в составе, как вы видите, гиалуронка и еще два компонента. Вот, очень хорошо увлажняют кожу. Прям вот очень хорошо увлажняют. Здесь гелевая текстура, она жиденькая, голубенькая. Вот этот вот праймер. Кстати, здесь запах такой нейтральный. Если в том розовом он яркий, насыщенный, то здесь нейтральный. Вот видите, праймер сияет как, подождите. Вот чуть-чуть, видите, как сияет, который розовенький. Ну, я думаю, что вы видите. Вот на коже, наверное, у вас так же будет. Так, вот этот вот праймер можно, в принципе, набирать в бутылочке. Он жижим, как водичка. Вот. В нем больше, на мой взгляд, ухаживающих компонентов. Так вот. Что еще хотела сказать? Что-то промелькнула мысля и быстренько исчезла из моей головы. Так. Ладно. А, хотела сказать, что здесь есть, в каждом праймере есть ограничитель, чтобы пипетку, когда вы достаете, и чтобы лишнее оставалось в бутылочке. Ну, чтобы на пипетке, на самой не было вот этой вот сыворотки. Дальше заказала новинку. Когда я делала заказ, всего лишь нам был предоставлен шампунь. Там же филлер какой-то есть и, по-моему, маска или бальзам. Чуть позже я посмотрела на сайте, что есть маска и бальзам. Я обязательно закажу, но закажу уже в следующем каталоге. А пока только заказала серии Эксперт. Меня заинтересовал ламинирующий шампунь. Почему-то мне именно вот этот вот эффект заинтересовал. Здесь 400 миллилитров. Кстати, во всех серии Эксперт одинаковый состав. Я имею в виду по поводу вот этого вот комплексов. И здесь гидролизованный шелк, жидкий шелк. Обладает пленкообразующими свойствами, которые позволяют создать защитный влагоудерживающий слой, мгновенно улучшающий внешний вид волос. Так. Гладкая шелковитость, усиливает сияние волос, ламинирующий. В общем, будем пробовать. Ну, наверное, буду пробовать тогда, когда уже придут парочка из этой же серии. Так. Это перламутровая текстура. Белая тоже. Такой, значит, перламутр. Запах. Ну, запах приятный. Дальше у нас новинки появились в серии Фиберлик Хом. Кондиционеры. Не знаю, насколько новинки. Мелодия Солнца у нас такой был кондиционер. По крайней мере, запах такой был. А то, что он как защита цвета у нас был раньше другой. А его теперь сделали вот именно с этим запахом для защиты цвета. Три в одном аж сделали. Сделали три в одном кондиционеры и сделали три в одном ультрафабрик софтенер. Три в одном. И сделали три в одном гели для стирки. Тридцать стирок. Так. Сохранение цветов и красок. Восстановление волокон ткани. Защита одежды от старения. Так. 500 миллилитров. Что здесь у нас нам добавили? Смягчает ароматизор. Ароматизирует. Устраняет неприятные запахи. Сохраняет дыши свойства ткани. Подходит и для спортивной одежды. Яркие цвета и краски. Но что-то я такого особого не вижу. Новенького для себя. С органическим полимером. Защита одежды от выцветания. Заношенность. Сохраняет насыщенность цветов. Предупреждает появление катышков. И ворсистости. В общем. Бла-бла-бла-бла. И все такое. Так. Запах тот же. Нет. Запах, по-моему, другой. Нежели который был. Мелодия солнца. У нас был другой запах. У нас прям был сладенький. А это какой-то кислый. В общем. Запах другой. Ну, неплохой. Кисленький аромат. Будем пробовать. Посмотрим. Так. Шампуни два сухих. Для блондинок заказала. Девчонки. Я уже сейчас не блондинка. Опять покрасилась в нее блондинку. Причем. Рассчитывала, что будет у меня. Такой цвет. Знаете. Не миндаля. Ну да. Что-то миндальное на голове. Такой. Знаете. Песок. Типа. Цвет песка. А получилась какая-то черная. Я опять. Я никак не могу перейти в блондинку. Все хочу какие-то краски, оттенки новые пробовать и пробовать. Так. Это видео, кстати, я сняла. Не знаю. Выйдет попозже. Что хотела сказать. В общем. Разница в том. В запахе. Между брюнетками и блондинками. Брюнетки. Запах. Мне больше нравится сухого шампуня. Что еще. У брюнеток мне не нравится, что в голове потом вот это вот остается чернота. И когда почешешь голову, и под ногтями грязь от сухого черного шампуня темного. Потом, когда белые вещи носишь, если потеешь, с головы стекает, все на футболку капает. Загрязняется футболка. И что еще. Ну, единственное, конечно, в светлых волосах. Вот я была немножко посветлее. У меня прям оставался такой темный налет. Ну, он проходил потом со временем. В общем, все-таки для своего удобного применения. Мне больше раньше нравился вот для брюнеток. Но я минусы нашла для себя. Поэтому пока что выбираю для блондинок. Но, если для блондинок шампуня сухого не будут на сайте, то я буду заказывать для брюнеток. В общем, ну, без разницы. Либо тот, либо этот. Мне главный сам эффект. Эффект чистоты волос. Эффект чистых волос. Могу 3-4 дня спокойно ходить. Что еще. Объем. Для моих тонких волос, да, нужен все равно объем. Для моего широкого, большого, круглого лица нужен объем на голове. Прилизанность вот это я не люблю. Тем более, я сейчас отращиваю волосы. Вот эти вот просто распустить 3 сосульки. Мне это не нравится. Ну, не знаю, как кому, мне не нравится. На мне не нравится. На себе. Поэтому он придает объем еще. В общем, супер шампунь. 125 миллилитров. Пришел сейчас с таким дозатором, распылителем, как и темный шампунь. Так, будет видно здесь. Ну, да, вот видите. Он превращается, он высыхает сейчас. Тут воздух просто попал. Он высыхает и превращается в белую пудру. Потом вы счесываете со своей головы. Распределяется весь этот шампунь по волосам. И волосы ваши чистые. Сейчас здесь долго будет сохнуть. В общем, здесь он становится тальком. Знаете, пудрой такой. Вот видите, прям вот. В черточке. Пудра осталась в черточках на руке. В полосочках, в черточках. В рисунке на руке, в общем. Дальше. Дальше заказала мисвак мяту. Мне очень много подробно написала моя подписчица Нара. Вам привет. По поводу мисвака, что это такое, для чего это. Буду пробовать. Кстати, вот эта серия зубных паст очень даже неплохая. И она пришла большая. Да, 100 миллилитров. Их, по-моему, сейчас обновили. Их все сейчас сделали 100 миллилитров. Но я не стала все заказывать. Потому что все они у меня уже есть. Я пробовала их. Именно с мисваком заказала. Были по 75 миллилитров. Для всей семьи. Вот эти зубные пасты, если честно, они по цене не сказать, что... Хотя сейчас и они стали не очень бюджетно. Были, конечно, побюджетней. В общем, они неплохие, эти зубные пасты. Мне попробовать хоть на вкус покушать зубную пасту. Вот она такая вот. Блин, теперь я вся в сухом шампуне. Смотрите, она такого бежевого оттенка. Попробую. Мятная. Ну и, конечно, чувствуется вот этот, наверное, мисвак. Так она, конечно, на вкус неприятная. Но мне главное, как говорится, свойство. Будем пробовать. Дальше. Две 70% скидки истратила свои виповские на Global Oxygen. Я эту мезотерапию, это сыворотка, я называю ее, наношу с утра на работу. Ну, перед работой, да. В общем, тоник, потом вот эту сыворотку, потом крем Мезоботекс, потом сыворотку, вот такую праймер Дудебест. Потом иду на работу и там уже наношу либо блер, либо тональный крем, либо скушенном что-то. В общем, нравится мне эта сыворотка. Здесь 15 мл. Она очень увлажняющая, увлажняет лицо, сглаживает мелкие мимические морщинки, разглаживает. Потом на шее вот эти кольца Венера тоже она, ну, я бы не сказала, что убирает, но будем говорить, что разглаживает. Сыворотка достойная. В составе активный кислородный комплекс. Единственный минус, конечно же, быстро заканчивается 15 мл. Вот эта вот непонятная упаковка для меня тоже это большой минус. Я даже не вижу, когда она заканчивается и вообще зачем это надо было придумывать. Фаберлик любит все усложнять. В составе глутатион, витамин С и кислородный комплекс Новофтем О2. Тут пишут на 26 больше эластичности, на 29% больше гладкость, на 23% меньше выраженности морщин. Вот да. И мне нравится, что она не плотная. Я не люблю плотные текстуры у сывороток. Она очень нежно, будем говорить. И прям чувствуется, что она увлажняющая. Когда ваша кожа увлажненная, соответственно, логично, что будет меньше морщинок. Меньше выраженности морщинок. Кожу свою увлажняйте. Без увлажнения кожа ваша зачахнет. Ну, то есть, постареет быстрее. Так. Запах здесь, кстати, нейтральный. Дальше заказала аромио. Там, по-моему, акция на них была 50% скидка. Заказала чайное дерево антибактериальное. Это я в ванночки добавляю для ног, когда в ванночки делаю. Сколько там? Ну, капель 6-7 добавляю. И антибактериальные эффекты. В то же время, что он там делает? Еще уж не помню. Так. Эфирное масло чайного дерева известно антибактериальными свойствами. Чищает и улучшает защитные функции кожи. Освежает. Вот. Охлаждает. Улучшает состояние кожи. Склонны к жирности. Ну, это на лице. Но я на ногах. Мне вот надо охлаждение. Вот этот антибактериальный эффект. Появление несовершенно. Снимает напряжение ног. Вот. После длительной ходьбы свежий травяной аромат создает атмосферу чистоты. Вот это вот мне надо. Получено из листья. Паровая дистилляция. Метод. Страна ЮАР Африка стопроцентно натуральное эфирное масло. Наше эфирное масло действительно стопроцентно. Оно быстро улетучивается и не оставляет жирного блеска. То есть это значит наше масло стопроцентное натуральное. Здесь есть инструкция. Строго по инструкции. По вот этому паспорту. Не переборщите. Я один раз лимонным маслом кожу себе сожгла. Так что имейте ввиду. Здесь по моему 5 до 5 миллилитров. Можно даже и нюхать простудно-вирусные заболевания сейчас. Да, ярко насыщенный вот этот вот запах чайного дерева. Но мне он не неприятен. Дальше я заказал. Ну это я вот для ножных ванночек больше заказала. Кстати, папилломы убирает. Вот что я хотела сказать. Папилломы убирает, если вы будете пользоваться при регулярном использовании. Ну то есть не просто один раз намазал, а часто. Кто там даже умудряется на прокладки капать зачем-то там, я не знаю, может быть какие-то там инфекции, я не знаю. Ну типа молочницы, я же не говорю про сильные. Это я ничего не делала. Не убирала ни папилломы, не капала на прокладки. И вот рассказываю, что я чисто вот нюхала и добавляла в ванночку для ног. Дальше вот эту я заказала сибирское что-то там. Эфиром масло пихта сибирское. Тонизирует, очищает кожу, подходит для ухода за кожей с повышенной жирностью, укрепляет волосы. Кстати, все масла можно добавлять в ванну, но опять-таки строго по инструкции. Можно добавлять в шампуни, в маски для волос, в бальзамы для волос. Можно в кремы добавлять для лица, для рук. Но опять-таки все строго по инструкции. Может так. Укрепляет волосы, кстати. вот можно добавить в маску может использоваться для расслабляющего массажа тела хвойный древесный аромат создает атмосферу спокойствия умиротворение наполняет жизненной энергии как после прогулки по хвойному лесу поддерживать сезон холодов вот именно его в нос буду положу что-то у нас тут извините меня все дома извините слово такое скажу захерели вот серьезно прям муж у меня целый месяц болел сначала свекровь болела потом муж болела муж пытался меня заразить но у меня заразил всего лишь насморком то есть мои защитные функции организма стали бороться сопротивляться но насморк у меня недели наверное две был у меня каждый с каким-то аллергическим уклоном тут и мама приболела тут потом свекровь дало осложнение на сердце простуда она у нас слабо на сердце в связи с инфарктом да у него теперь так сказать самое слабое звено это сердце и вообще все прихирили так сказать и я вот прям хочу таскать с собой и вот его лично вот это сибирская хочу нюхать по моему свекрови есть уже сибирского нужен мою с эвкалиптом как у чайное дерево у меня было где-то куда-то муж уже тоже засунул с лимоном есть ну да пахнет пихтой ну и тут тоже паспорт есть тоже инструкция ознакомьтесь ну и продолжу тему простудных заболеваний вот заказала живицу она сейчас у нас в другом другой коробочке вот одну свекрови одну мужу и почему я я не буду пить девчонки и мальчишки я так много всего пью что даже говорю при том что муж у меня болел я не умудрилась заболеть что у меня защитные функции организма хорошо работают вот свекровь пусть пьет и муж пусть пьет 90 тут капсул это живица у нас здесь и омега-3 омега по моему 6 есть живица кедра там орви орз профилактика что-то там еще много всего в общем перед простудами во время простуды пить нужно обязательно это в сезон простудно-вирусных забил заболеваний вот пусть они пьют так у нас на пункте выдачи сдают подарок это по желанию держателя пункта выдачи за заказ выше 50 баллов у меня муж сегодня взял вот этот вот крем для рук он у меня уже 4 наверное лежит надо их куда-то девать подарить кому-то вкладывать заказ или что я даже не знаю вкладывать заказ и просто так кому-то подарить маме надо подарить вообще вот эти кремы неплохие кстати это по моему лимитка была для рук крем но тасс офф spring с чем это я уже не помню лотос лотос увлажняющий вот это крем кстати неплохой я им пользовалась 75 миллилитров открывать не буду пойдет на подарок так в остатках сладках себе заказала опять-таки пока он есть эликсир для волос с маслом амлы мой любимый эликсир здесь 50 миллилитров очень хорошо смягчают кончики секущиеся кончики восстанавливают вот питает не знаю тут можно наносить на сухие волосы на 10-30 минут перед мытьем головы можно нанести на влажные волосы перед укладкой не смывать для шелковистости блеска нанести на сухие волосы после укладки в общем вот это такая маслянистая текстура как ни странно вот это вот масло амлы очень благоприятно влияет на мои волосы она вот сейчас вот это масло но вот так вот сейчас жирная как масло но когда вот я лично разношу на влажные волосы вот эта жирность куда-то пропадает с очень приятным ароматом не знаю чего какой-то травы наверное амлы в общем вот так надо мне вытереть пока есть так салфетки влажные влажную туалетную бумагу я заказала пять штук она у нас расходуется очень хорошо муж я работа дом в туалете лежит в сумочке лежит на работе лежит у мужа также везде лежит это влажная бумага для интимных мест то есть по назначению сходил в туалет и вытерся и выкинул а можно использовать и не по назначению можно руки протереть там не на рабочий стол протереть обувь протереть пятнышко какое-то лицо протереть в общем универсальная влажная туалетная бумага так она идет салантаином 0 процентов у нас тут у меня теперь жирная бумага не закрывается от масла амлы так салантаином здесь без спирта силиконов красителей в общем она со временем в природе разложится как вот пакетики наши так и эта бумага она легко рвется в общем вот дальше заказала вот такие влажные салфетки это я заказала в основном сейчас я заказываю себе на работу потому что я работаю продавцом женской одежды и женщины приходят с примеркой с помадой с ярко накрашенной да даже не с яркой там тональный крем кто-то потеет кто-то не потеет и на белых вещах постоянно тональный крем вот серьезно даже предлагаешь нам предлагаешь салфетку вытереться не говорят ну ты почему аккуратненько в итоге все равно аккуратненько не получается и потом остаются на одежде но я естественно вот это вот все протираю в общем вот это вот служит мне лично сейчас для этих целей но зимой они еще эти салфетки будут служить чтобы вытереть тональный крем с воротничков с куртки там допустим зимний с осенней до сбалу него и такой с плащевки очень хорошо вытирается потом можно вытирать ну букову обувь замшевую обувь можно вытерять вот этими салфетками здесь 20 штук можно воротнички его здесь вытирать пятнышки там напишу и рисует помада тут шоколад кофе она это экспресс то есть поставил удалил они тут пропитаны открывать не буду но чаще всего приходят уже по как будто бы знаете полусухие и быстро высыхают но вы их не выбрасывайте можно салфетку смочить и также продолжать этой салфеткой пользоваться вытирать но конечно же уже будет высыхать гораздо больше дольше нежели чем когда она не влажная сильная так что вот еще ирригатор же у меня есть так ирригатор так на десерт оставлю тушь я заказала x по распродаже тоже экстрим но вы знаете она раньше была моя любимица потом что-то она перестала приходить знаете хорошо уже изначально там через полмесяца начинала уже сохнуть заказала я кабарет кабарет по-моему кабарета хорошего качества подделку она мне не очень понравилось потом премьер заказала вы знаете я отдала за нее что-то 3000 и мне тоже ее хватило абсолютно на два месяца она сейчас стала не сказать что хорошо красится в общем а это тушь по распродаже то ли 800 900 тенге то есть я могу три штуки таких купить и в итоге я подумала дом вернусь к я к своим добрым тушам faberlic хотя я не знаю я свое мнение меняю часто может быть и не ненадолго может еще что закажу на волберис я там закинула вот такая кисточка здесь силиконовая в общем там я тоже манифест закинула в общем рекламу видела на нее тоже на три тысячи с лишним стоит не знаю буду не буду ее заказывать в общем пока вот эту заказала экстрим было по распродаже посмотрим насколько хватит дальше из новинок я еще заказала вот эти вот и губки они тоже какие-то небюджетные профи губка 15 на 7 здесь она что материал микрофибра 90 полиэстер 10 полиамид я даже не знаю что ею мыть там наверно указано на сайте что ему или можно все мыть наверное можно все мы да она какая-то такая двойная я не смысл не понимаю не наверно посуду посуду наверно хорошо будет быть она не жесткая но она немножко с добавлением каких-то таких знаете ну не сильно жестких этих ворсинок я даже не знаю как это сказать посуду хорошо мать ею дальше заказала вот такую вот штучку профи диск размер 12 сантиметров то же самое такой же материал и этой можно посуду мы эту сковородку можно мы тоже в общем и дучу помыть так и вот такую вот перчатку я заказала 21 на 23 материал тот же самый понюхала масла теперь у меня в носу чайное дерево посильнее чем сибирская пихта в носу меня прям так вот такая вот перчатка и и если честно тоже не знаю чем мыть какие-то прорези но это наверно для пальчиков ну тоже найду чем мыть как говорится не знаю нужно мне это не нужно мне это но заказала говорится надо все пробовать посмотрим ну и заказала из такого что такое и меня технические неполадки с палки сэлфи слетел телефон на стопы не нажался самое что интересно идет видео вроде да идет но я заново решила перезаписать а то вдруг не идет так портативный ирригатор для полости рта это не бюджетная штучка 30 дней время работы что-то 30 дней чего вы 180 минут а это наверное без зарядка время зарядки литий-ионный аккумулятор при использовании при условии используем два раза в день портативный ирригатор для полости рта отличается компактными размерами при высокой функциональности эффективно удаляет зубной налет и остатки пищи даже там куда не может попасть зубная щетка или нить так ну мне особо не нужно у меня щели между зубов мне редко когда что застревает в зубах у мужа застревает и муж если часто часто вот этим мучается да вот этими зубными палочками материал abc пластик по размер 80 на 70 220 миллиметров линии мили миллиметров выход герц ладно 5 ватт 1000 ой господи ладно мощность 5 ватт аккумулятор 2000 мега чего-то там феврале было изготовлен срок службу не установлен не ограничен гарантийный срок 12 месяцев так ну давайте с вами откроем и посмотрим что же у нас тут такая брала я не брала как всегда ножницы ну идти за ними я не хочу поэтому надо что-то здесь поблизости искать чем открыть так ручку нашла ручка открою так смотрим следа господи так открыла следу инструкция конечно же надо ознакомиться два запасных ну или так сделаем один для мужа один для меня сами вот эти вот насадки которые вставляются в ирригатор и начинаешь ими пользоваться вот они насадки да ну получается видите две тут одна беленько на зелененько то есть одна моя одному же будет мне тоже нужно будет потом здесь вот это вот юизби зарядка шнур и сам ирригатор да ну наверно в каком-то уходовом видео с вами протестируем его потому что сейчас я надо инструкцию ознакомиться с инструкции прочитать надо все зарядить так сказать сюда наливается простая вода это так вот включилась нормальная софт пульс подержать надо вот так вот а софт пульсирующий мягкие нормальный в общем зарядить наверное надо будет я сейчас понять не могу это надо будет все вставлять откручивать отвинчивать вот сюда вот вода наливается вот 100 200 миллилитров только для воды я знаю точно предназначен сюда больше ничего наливать нет нельзя вот в общем девочки мальчики надо будет инструкцию прочитать так сказать и ознакомиться и наверное вот эти вот вкл выкл вот так неплохой но он конечно же не бюджетный но он в принципе и везде не бюджетный этот ирригатор хотя чё тут особенного в нем такого дорогого что он такой такой дорогой но все все надеюсь мой обзор был для вас полезным с вами была людмила кахамула комментируйте не забываем про классики про комментарии с вами была людмила хамула всем пока